Ракопростаты 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 Мы видим, что у 10% пациентов после простатоктомии клинически низкого рака и меньше 50% положительных биоптатов, и у 20% пациентов клинически низкого риска с более чем 50% положительных биоптатов было скрытое заболевание высокого риска, отмечено красным. Но также мы видим такую серую прослойку в середине, достаточно массивную, это пациенты, у которых определялась стадия Т2Б-Т2С или ГЛИСН-7, то есть фактически у нас подавляющее большинство пациентов из группы низкого риска перешло в другие подгруппы. Стандартом лечения пациентов, в том числе низкого риска, является радикальная простатоктомия, ее можем предложить пациентам, которых ожидаем продолжительность жизни больше 10 лет. Мы пытаемся пациентов вылечить от злокачественной опухоли, максимально при этом сохранить качество жизни. Применяются различные доступы, открытые операции, лапароскопические, роботоассистированные, также возможно применение некоторых методик для улучшения качества жизни пациентов. На слайде представлен систематический обзор, в который было отобрано достаточно большое количество публикаций, в которых сравнивался открытый лапароскопический, роботический доступ. Подавляющее большинство пациентов в этом систематическом обзоре были отнесены к низкому риску. Мы видим, что при открытой простатоктомии длительность операции несколько меньше по сравнению с лапароскопической, роботической. Однако, оценивая хирургические результаты лечения, преимущество имеют до видеохирургические методики, в частности роботической простатоктомии. Объем кровопотери, соответственно, частота переливания была достоверно ниже в группе роботической операции. Продолжительность койка дня в стационаре ниже, длительность катетеризации и частота осложнений также была ниже в группе роботических операций. Еще одно исследование, которое мне показалось интересным, это первое многоцентровое рандомизированное пациент-заслепленное контролируемое исследование третьей фазы. Пациенты не знали, каким доступом их будут оперировать, и врачи с помощью специальной компьютерной программы за сутки определяли метод лапароскопии или же роботической операции. В группе роботической операции включено порядка 700 пациентов, и авторы оценивали удержание мочи через 3 месяца. Полная континенция была в группе роботической операции 54% пациентов, в группе лапароскопической хирургии 46%. При этом при применении нервосберегающей методики эти показатели были выше и статистически различались. То, что касается восстановления потенции, здесь также преимущество имело роботическая хирургия – 18% против 6,7%. Частота положительных хирургических краев не различалась. И хотелось бы отдельно отметить, что по существующим исследованиям онкологические результаты, вне зависимости от доступа, в том числе у пациентов низкого риска, они фактически одинаковые. То есть мы можем сказать, что лапароскопия и роботическая хирургия – это безопасные методики, которые могут широко применяться. Нервосбережение. Какие же показания? Это пациенты с локализованным раком простаты, низком риске экстракапсулярной инвазии и сохраненной эректильной функцией. Для определения риска инвазии опухоли за пределы капсулы простаты мы применяем номограммы, а также оцениваем инвазию по данным МРТ. Существует несколько методик диссекции относительно сосудистого нервного пучка. Экстрофасциальный – здесь сосудистый нервный пучок не сохраняется. Интер- и интерфасциальный – в зависимости от слоя, в котором идет хирург. Здесь представлен систематический обзор, который сравнивает эффективность и безопасность интро- и интерфасциальных техник диссекции при нервосбережении. Целью авторов было сравнить уровень континенции, восстановление потенции в данных группах, а также хирургические переоперационные результаты. Мы видим, что здесь в основном были молодые мужчины, подавляющее большинство относились к низкому риску. Удержание мочи у пациентов через 6 и 36 месяцев было лучше у пациентов, которым была выплана интерфасциальная нервосберегающая простатоктомия. Различия были достоверные. Уровень потенции через 6 и 12 месяцев был выше у пациентов, которым выполнена интерфасциальная нервосберегающая простатоктомия. Также были достоверные различия. То, что касается время операции, кровопотери, частоты гемотрансфузии, длительности катетеризации и госпитализации, они были одинаковы в сравненных группах. Что интересно, общая частота положительных хирургических кровей была выше при Т2, была ниже в группе интерфасциального нервосбережения. Это может быть объяснено более тщательным отбором пациентов для данной методики. Еще одна интересная достаточно техника – это рециозберегающая операция. Целесообразно, наверное, применение все-таки заднего доступа с сохранением рециоза пространства, чтобы минимизировать повреждения окружающих структур простаты. Технические сложности могут возникать при передней локализации опухоли, турпростата в анамнезе, большом объеме простаты и выраженной средней доли. Данная методика может обеспечивать лучшие функциональные результаты по сравнению со стандартной операцией, особенно в первое время после операции. В принципе, эта методика безопасна при низком риске. Также на слайде представлен анализ соответствующих баз данных, в которые включено три рандомизированных клинических исследований, шесть проспективных. Частота положительных хирургических краев при роботической операции с сохранением рециоза пространства и без была одинаковая. Однако в группе локализованного рака частота положительных хирургических краев была выше при рециозберегающей хирургии. Немедленное восстановление континенции и также удержание мочи через 3 и 6 месяцев было лучше в группе с сохранением рециоза пространства. Однако через 12 месяцев мы не видим различий. Достоверных различий восстановления эрекции не было. И в заключении, что хотелось бы сказать, хирургическое лечение при раке простаты низкого риска в эпоху активного наблюдения возможно. Да, возможно, и оно должно применяться. Лапароскопические, роботические операции, они вошли в нашу повседневную жизнь, они могут применяться по сравнению с открытой методикой? Да, они должны применяться. И также применение специальных техник нервосбережения, сохранения рециоза, еще часть методик, к сожалению, ввиду ограниченности времени не удалось отразить. Они должны применяться для улучшения качества жизни пациентов. Но ключевой момент является это адекватное обследование пациента и правильный отбор пациентов для хирургического лечения. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарю за внимание.